Лук красный нарезаем вот такими перышками, заливаем уксусом и оставляем вот так вот мариноваться. Перемешиваем, чтобы уксус попал везде. Оставляем вот так вот мариноваться. Итак, мясо говядина отварное, посмотрите, порезала вот такими немелкими длинными ломтиками. Отварила я слегка подсоленной в воде, как обычно варится там с лаврушкой, с перцем, кто как варит. Итак, болгарский перец, слегка наливаю, значит масла совсем мало. Вот нарезала болгарский перец и буду слегка его тушить, даже обжаривать, не тушить, на сильном огне. Многие делают сырой, можно сырой, но так получается вкуснее. Можно даже его запечь в духовке, так тоже получается вкусно. Почему я обжариваю? Во-первых, в болгарске вот этот перец красный, желтый, он такой немножко жестковатый. Во-вторых, вот обжаренный запах, то есть аромат вот этого перца, а именно обжаренного, он очень приятный, очень вкусный. Так получается вкуснее. Добавляем сюда обжаренный, ну потушенный, можно сказать, обжаренный слегка болгарский перец. Аромат, еще раз говорю, от него очень вкусный. Измельченные орехи в блендере. Сюда же маринованный лук, который мы мариновали. Вот так вот его убираем лишнюю жидкость и тоже добавляем сюда. Сюда добавляем кинзу. Сюда добавляю я вот таких 3 маленьких зубчиков чеснока. Через пресс. Черный молотый перец. Соль. Не забываем, что мясо вначале чуть-чуть солили, поэтому потихоньку. Потом еще посмотрим. Сюда один из главных ингредиентов. Хмели-сунели. Где-то чайную ложку. Масло подсолнечное или оливковое. У меня подсолнечное. Потому что я не использую оливковое. Фасоль красная. Обязательно промойте. Это в баночке 400 граммовых. Обязательно промойте в жидкости, в которой она находится. Она может быть вкус поменять потом салата. В общем, промываем. Даем стечь воде. И добавляем. Все хорошенько перемешиваем. Проверяем на вкус, чего не хватает. Кому-то может быть масло, кому-то соли. Хорошенько перемешали. Даем отдохнуть немножко в холодильнике. Ну, где-то полчаса хотя бы, чтобы вкусы все смешались. Вот такая вот вкуснотища и красотища у нас получается. Попробуйте именно такой. Обычно я знаю, я видела и ела с сырым болгарским перцем. Так тоже вкусно получается, конечно. Но вот именно с запеченным, обжаренным болгарским перцем. Аромат, во-первых, он придает салату. И он реально по-другому вкус получается. Его можно кушать не просто как салат. Можно еще как и обычное блюдо кушать. Она полноценная. Блюдо там все есть. Мясо и сытное очень получается. Сытный такой салат. Вот. Ну, надеюсь, вам все понравилось. У меня все. Всем пока-пока.